Благотворительность во все времена была делом непростым и требовала от людей особых нравственных качеств. В наше время мало что изменилось. Помочь нуждающимся по-прежнему готовы немногие. Но те, кто решает связать свою жизнь с добрым делом, уже не может жить иначе. Венера Нестерова – воспитанница канарского детского дома. Она никак не ожидала стать героиней вечера на очередной новогодней благотворительной акции. Акция проводится не первый год торговым центром «Дом МОД». Сотовый телефон она получила благодаря своей активности и целеустремленности. Мне очень понравилось. И спасибо большое Юрию Николаевичу, что он именно выбрал меня, что я в этом новогоднем сегодня празднике стала самой активной. Мне очень приятно. В далеком 96-м году учредитель дома МОД Вячеслав Ильин решил заняться благотворительной деятельностью. Это дело продолжил его брат Юрий Ильин. В 17 лет в «Доме МОД» происходит сбор денежных средств. А далее специальная комиссия подсчитывает собранные деньги и передает их канарскому детскому дому. В этом году удалось собрать рекордную сумму – почти 90 тысяч рублей. Вскрыли денежный ящик, куда в течение года бросали денежки наши гости, наши покупатели, все те, кому не безразлична судьба бездоленных детей канарского детского дома. И с их помощью мы собрали, надеюсь, сегодня солидную сумму, которую они потратят на свои нужды. Дети очень хотят выезжать на экскурсии в лежащие города, а также для девочек в этом году мы хотели бы купить конки. Коток у нас есть, а коньков не хватает. А также ребята хотят купить пластиковые лыжи. Но сбор средств – это только часть благотворительной деятельности. Руководство «Дома МОД» всегда внимательно к детям. Несколько раз в год они приезжают с хорошими и нужными подарками, выделяют дополнительные средства для поддержки детей и каждый год приглашают их на новогодние елки. Как отметил Юрий Ильин, добро невозможно раздать, оно всегда возвращается обратно. И самой почетной наградой для него являются врученные ему от детского дома грамоты и благодарность от детей. Хочется сказать, конечно, еще раз большое спасибо всем горожанам, всем нашим клиентам и покупателям за ту помощь, которую они оказали этим детям. Спасибо! Спасибо!